В параде Победы на Красной площади 24 июня участвовали более 400 офицеров и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова. Возглавлял парадный расчет начальник училища Алексей Рогозин. Торжественная встреча участвовавших в параде десантников ежегодная традиция. Состоялась она у мемориала на Площади Победы. Перед началом мероприятия волонтеры раздали всем зрителям защитные маски. Приветствую офицеров и курсантов Николай Любимов отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса Верховный главнокомандующий принял решение перенести парад Победы на Красной площади с 9 мая на дату, когда 75 лет назад состоялся парад Победителей. Сегодня в честь победителей, спустя ровно 75 лет после того легендарного парада, на Красной площади в Москве их гордый исторический марш повторили внуки и правнуки, лучшие военнослужащие страны. Для нас большая честь, что в этом числе были и вы, рязанские офицеры и курсанты. Наше прославленное, гвардейское, высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Маргелова – единственный вуз в мире, где готовят офицеров-десантников для крылатой пехоты. В истории училища немало героических страниц, 135 его выпускников удостоены почетных званий Героя Советского Союза и Героя России за мужество и отвагу. Конечно, среди них и участники Великой Отечественной войны. Сегодня славные воинские традиции десантников продолжает новое поколение. Не сомневаюсь, что вы также с честью будете выполнять свой долг перед Родиной. В память о выступлении рязанских десантников в Москве Николай Любимов передал начальнику училища Алексея Рогозину список с иконы «Чудо Георгия Азмия», оригинал которой находится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Это самый ранний образ святого Георгия на Руси. В Рязани парада не было, но праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись. Среди них мобильный смотр военной песни. Пять военных камазов с музыкальными коллективами из военнослужащих Рязанского военного гарнизона, УМВД по Рязанской области, Рязанского государственного медицинского университета отправились в путь по улицам Рязани с песнями военных лет. Жители Рязани могли увидеть колонну и послушать исполняемые песни из окон своих домов.